Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Вывеску из кафе Сулугуни на улице Ленина управляющий партнер группы компаний «Культура гостеприимства» Андрей Несветаев. Есть шанс, что мы еще потеряем часть людей, которые будут просто думать, что, возможно, здесь закрылись. Ситуацию в нашем эфире прояснил руководитель первомайского теруправления Вячеслав Симаков. Эти предостережения пока носят рекомендательный характер. Не говорим о том, что сиюминутно надо все это содрать. Существуют различные моменты. То есть там кто-то говорит, что мы закрыли там фасад, который там выглядит не очень хорошо. Но можно это делать другим способом, а не так, что там пять лет назад повесили какой-то баннер, который уже истрепался и выглядит непонятно как. По словам Симакова, в его районе разработаны паспорта фасадов для сотни домов. Больше половины не нуждаются в наведении порядка. Тем, кто занимает остальные, разослали письма. Примерно четверть получателей устранили несоответствие, другие обратились за разъяснениями и помощью к чиновникам. Случаи жалобы или агрессивных ответов единичны, но они есть, говорит Симаков. 2,5 миллиарда потратит Кировская область вместо возврата долга Москве. Это сумма на 2021 год, которая освободилась благодаря решению федеральных властей по реструктуризации бюджетных кредитов регионам. Деньги можно потратить и на инфраструктурные проекты. В частности, региональные власти направят средства на реконструкцию инфекционной больницы, проектирование источников водоснабжения в районах, строительство улиц в Кирове и Ливневке в Урванце, а также на подготовку документации для строительства новых школ. Чуть более 800 миллионов власти пока зарезервировали на борьбу с коронавирусом и на компенсацию потерь по налогам. Чиновники будут из-за инвесторов готовить проектную документацию. Такие поправки в региональное законодательство внесло ОЗС. Инвесторы смогут выкупать у власти проектную документацию для реализации социально-культурных и коммунально-бытовых проектов. Если она существует, такой механизм хотят применить при строительстве мусорных полигонов в Свичинском и Шабалинском районах. Проекты, по которым уже прошли государственную экологическую экспертизу, начать строительство планируется с февраля 2021 года. Завершение валюты. Доллар сегодня 73.32, курс евро 89 рублей 93 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.